Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Автозаводская. Станция Автозаводская Московского метрополитена открыта 1 января 1943 года в составе третьей очереди строительства метрополитена. Находится она на территории Даниловского района Южного административного округа города Москвы. До 1956 года носила название «Завод имени Сталина», по находившемуся вблизи заводу ЗИС, затем ЗИЛ. В соответствии с первоначальными планами строительства Московского метрополитена, так называемый Тверской радиус от района Тверской улицы к аэропорту планировали соединить с предполагаемым Таганским радиусом, который также начинался бы в центре Москвы. Проходил бы через Таганскую площадь, крестьянскую засталу и затем поворачивал бы к заводу имени Сталина – ЗИС. Однако британские специалисты, приглашенные в Москву в начале 1930-х годов в качестве консультантов при проектировании метрополитена, предложили состыковать четыре радиуса метро не так, как планировалось. Вместо пересекающихся Замоскворецко-Дзержинского и Таганско-Тверского диаметров, они порекомендовали построить Замоскворецко-Тверской и Дзержинско-Таганский диаметры. Решение последовать этому предложению было принято в 1934 году, и Замоскворецкий радиус был спроектирован в своем современном виде, при этом южная конечная станция должна была обслуживать ЗИС. Строительство третьей очереди началось в 1938 году. Не совсем ясна в этом свете дата непосредственного начала работ по станции завода имени Сталина. По некоторым данным, это был 1940 год. В соответствии с проектом до Ушканова был вырыт котлован, заложены фундамены под опоры. Однако с дальнейшей реализацией проекта возникли проблемы. Колонны, корзины, которые должны были нести не только железобетонные перекрытия, но и железнодорожные пути к складам автозавода, проходившие в ту пору над станцией вдоль современной автозаводской улицы. При передаче чертежей в производство изготовителям было заявлено, что проще вытащить и смонтировать большую турбину со всеми дисками, чем эту корзину, воспринимавшую огромную нагрузку. К этому времени перегонные тоннели на участке от станции площадь Свердлова до станции завода имени Сталина уже были пройдены. В итоге проект Таушканова был отклонен, уже заложенные фундаменты опор демонтированы и было принято решение вернуться к техническе, значительно более простому проекту станции Душкина с отработанной схемой двух параллельных рядов железобетонных колонн. Проект фактически единолично утвердил Чусев. Пробный поезд на станции завод имени Сталина 31 декабря 1942 года. Помимо Душкина в проектировании станции принимало участие Князев. Инженерами-конструкторами станции являлись Кабанов, Гебардин и Рыбкин. Работы по возведению станции по новому проекту были приостановлены с началом Великой Отечественной войны, но уже в декабре 1941 года возобновлены. Строительство велось быстрыми темпами. И 1 января 1943 года станция завода имени Сталина Первой в составе очереди вступила в строй став 23-й станции Московского метрополитена. При этом станция ЗИС была открыта раньше Новокузнецкой и Павелецкой, принявших первых пассажиров лишь 20 ноября 1943 года. В течение этих 11 месяцев поезда следовали по 6,5-километровому перегону площадь Свердлово-завод имени Сталина без остановок. В 1946 году Душкин получил сталинскую премию второй степени за разработку проекта станции-завод имени Сталина. Своё изначальное название станция носила до 5 июля 1956 года. После развенчания культа личности Сталина и переименования завода ЗИС в честь Лихачёва название станции также было изменено Нино. Станция стала носить имя Автозаводская. При внимательном рассмотрении на стенах станции можно заметить отверстие, оставшееся от крепления букв первоначального названия станции. В 1961 году южный вестибюль станции был устроен в живое здание, а в 1968 году был открыт Северный выход со станции, совмещенный с подземным переходом. Автозаводская оставалась конечной южной станцией за Москворецкой линией в течение 26 лет, вплоть до продления линии, в 1969 году до Каховской. В 1992 году комиссия Моссовета по наименованиям улиц разработала проект переименованием большинства станций Московского метро с целью, во-первых, освободить его от политической нагрузки, и, во-вторых, упростить ориентировку, присвоив станции, исконное название мест, рядом с которыми они находятся. В рамках этого проекта предполагалось переименовать станцию Автозаводская в Симоново. Проект, однако, так и не был осуществлен. 6 февраля 2004 года в 8 часов 40 минут во втором вагоне поезда, следовавшего в центр по перегону Автозаводская по Велецкой, был совершен теракт. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся на его теле, либо в сумке на плече. Взрывом был убит 41 человек, не считая самого террориста. Более 200 человек получили ранения. В память о жертвах этого теракта в аванзале с северного выхода со станции Автозаводская на стене перед экскалатором установлена мемориальная доска с именами погибших при взрыве. Во второй половине 2000-х годов появился план строительства в Москве третьего пересадочного контура метро, призванный оптимизировать пассажирские перевозки в Москве и разгрузить кольцевую линию метро. Новую линию метро первоначально планировалось провести через Автозаводскую, однако в 2011 году было решено объединить проекты третьего пересадочного контура и Большого кольца Московского метрополитена, включив в состав ТПК единственный построенный участок Большого кольца Каховскую линию.